Аполлон Григорьев, Искусство и правда, Элегия, Ода, Сатира. О, как мне хочется смутить веселье их, И дерзко бросить им в лицо железный стих, Облитый горечей злостью, Лермонтов. Была пора, театр, зала, то замирала, то стонала, И незнакомый мне сосед сжимал мне судорожно руку, И сам я жал ему в ответ, в душе испытывая муку, Которой и названия нет. Толпа, как зверь голодный выла, то проклинала, то любила, Всесильно вастала над ней могучий грозный чародей. Я помню бледный лик Гамлета, тот лик, измученный тоской, С печатью тайной роковой тяжелой думы без ответа. Я помню, как перед мертвецом с окаменевшимся лицом, С бессмысленным и страшным взглядом, Насквозь проникнул смертным хладом. Стоял немой он, и потом разлился всем душевным ядом, И слышал я, как он язвил в тоске больной, безотрадной, Своей иронией нещадной. Все, что когда-то он любил, а он любил, Я верю свято, Афелию побольше брата. Ему мы верили, одним с ним жили чувства, Детей века, и было нам за человека, За человека страшно с ним. И помню я лицо иное, иные чувства прожил я, Еще до ныне предо мною тиран, гиена и змея, С своей презрительной улыбкой, с челом, бесстыдным, с речью гибкой, И безобразной, и хромой, Ричард, коварный, мрачный, злой, Его я вижу с Лидией Анной, когда, как рая древний змей, Он тихо вслух вливает ей яд обаятельных речей, И сам над сей удачей странной хохочет долго смехом злым, Идя поговорить с портным, я помню сон и пробужденье. Блуждающий и дикий взгляд, путь на челе, в чертах мученья, Какое знает только я, и помню, как в испуге диком он леденел всего меня, Отчаянье последним криком коня полцарства за коня. Его у трупа десдемоны в нездешних муках я видал, Ромео плач или растоны волшебник нам передавал, Любви ли страстный нежный шепот или корчить ревности слепой, Восторг или грусть, молебу или ропот все заставлял делить с собой, В нескладных драмах полевого обывало за него сидишь, С благоговения молчишь и ждешь, вот скажет два-три слова, И их навеки сохранишь, мы Веронику с ним любили. За честь и старым из Дюга мстили, и человек уже был таков, Мы терпеливо выносили, как в драме хвастал Ляпунов. Угас волкан, окаменела лава, он мало жил, но много нам сказал. Искусство с ним нам не было забава, Страданием его повита слава, Как Промефей он пламень похищал, Как Промефей он был терзаем вранам, Действительность с сценическим обманом Соливались так в душе его больной, Что жил вполне он жизнью чужой И верил сердца вымышленным ранам. Он трагикой был с людьми с собой один, Трагизма, жертва, жрец и властелин. Угас волкан, но были извержения, так страшные, Что поддельные волнения не потрясут, не растревожат нас. Мы правду в нашем трагике любили, Трагизма, правду с ним мы хоронили. Застыла лава, лишь волкан погас, Искусственные взрывы сердцу чужды, И сердцу в них нет ни малейшей нужды. Покойся же в мире, старый властелин, Ты был один, останешься один. И вот пришла пора другая, Опять в театре стон стоит, Полусмеясь, полурыдая, На сцену вновь толпа глядит. И с нею истина иная, Со сцены снова говорит, Но эта правда не похожа на правду прежнюю ничуть, Она простее, но дороже, Здоровье действует на грудь. Да, и ей в самой здоровье божье Пошли впредь счастливый путь. Поэт, глашатой правды новой, Нас миром новым окружил, И новое, сказал он слово, Хоть правде старое послужил. Жила та правда между нами, Таясь в душевной глубине, Быть может, мы ее и сами Подозревали не вполне, То в нашей песне благородной, Живой, размашистой, свободной, Святой, как наша старина. Порой нам слышалось она То в полных доблести и сказаниях О жизни дедов и отцов, Святых обычаях, преданиях И хартиях былых веков, То в небалованности здравой, В ума и чувство чистоте, Да в чуждой хитрости укавой, Связей и нрава в простоте. Поэта образа живые, Высокий комик вплоть облег. Вот отчего теперь впервые По всем бежит единый ток. Вот отчего театр-зала От верху до низу одним, Душевным, искренним, родным, Восторгом вся затрепетала. Любим торцов пред ней, Живой, стоит с поднятой головой, Бурнус напялив, обветшалый, С растрепанной бородой, Несчастный, пьяный, исхудалый, Но с русской чистой душой. Комедия ли в нем плачет перед нами, Трагедия ли хохочет вместе с ним. Не знаем мы и ведать не хотим, Скорей в театр, там ломятся толпами, Там по душе теперь гуляет быт родной, Там песня русская свободно звонко льется, Там человек теперь и плачет, и смеется. Там целый мир, мир полный и живой, И нам простым смиренным чадом века. Не страшно весел теперь за человека, На сердце так тепло, так вольно дышит грудь, Любим торцов душе так прямо окажет путь. Великорусская на сцене жизнь пирует, Великорусская на чье торжествует. Великорусская речь склад и в присказке лихой, И в песне игреливой, Великорусский ум, великорусский взгляд, Как волга-матушка широкий и гульгивый, Тепло, привольно, любонам, Уставшим жить болезненным обманам. Театр, зала вновь полна, Партер и ложи блещут цветом, И речь французская слышна, Привыкших шарить по паркетам. Французский «энн» произносить Тут есть охотников немало, Кому же обезьяной быть Ума и сынятки не ставало, Но ни одни бантоны тут Видна мужей-ученых стая, Похвально ревностью пылая, Они безмездно взяли труд. По всем эстетикам немецким Втолковывать героям светским, Что есть трагизм и то, и сё, Корнель и эдакое всё, Из образованных пришли Тут два-три кубчика в немецком, Они во вкусе самом светском Себе бинокль завели. Набросим шутки тон, Печально не смешно, Что слишком мало в нас Достоинства сознания, Что на эффекты нас Поддеть не мудрено, Что в нас не вывелся Бичевальный давно Дух рабского слепого подражания, Пускай она талант, Пускай гений, дай бог ей, Да нам не ко двору Пришло её искусство, В нас слишком девственно, Свежо и просто чувство, Чтобы выкидывать колено Пусть будет фальш милой Европе старой Или Америке без зуба молодой С собачьей старости больной, Но наша Русь крепка, В ней много сил, Жара, И правду любит Русь, И правду понимать, Даная Господом свядая благодать, И в ней одно, Теперь прию себе находит Всё то, что человека благородит. Пусть дети старые, Чтобы праздный ум занять Хлам старых классиков, Для штуки воскрешают, Но нам за ними лезть, Какая будет стать, Когда иное нас живет и занимает. Пускай боролись в недавние времена И Лесингтам, и Шиллер благородный, С ходульностью, увы, Как видится бесплодно, Но по натуре нам ходульность та смешна. Я видел, как рецелей детей Навер бросают, И больно видеть то, И тяжко было мне. Я знаю, как Рошель По часу умирает, И для меня вопрос о ней Решен вполне. Лишь сердце истина, Где нет живого чувства, Там правды нет, И жизни нет, Там фальшь, Не вечное искусство. И пусть в восторге Целый свет, Но наше неуместное восхищение, У нас иная жизнь, У нас иная цель, Америки с Европой, Мы, Рошель, Столодвижения, Иные ухищрения, Игрушки сродные Их старческим летам. Оставим, Пусть они оставят правду нам.